Я к чему насчет папарацци? Да. Ты же прекрасно понимаешь, что когда две разнополых звезды в каком-то проекте сходятся, тут же масса слухов появляется. Я насчет дуэта «25 часов» с Маликовым. Ты же понимаешь, независимо от того, знакомы вы, незнакомы, как давно знакомы, появятся слухи, что у Семеновича с Маликовым роман. Слушай, Женя, если бы я обращала на все слухи, которые появляются в прессе, я понимаю, что людям нужно работать, да, и папарацци – это их профессия придумывать вот эти слухи. То есть, значит, кому-то они нужны. И, конечно же, наверное, появятся слухи. Хотя, ты знаешь, пока что-то я вот как-то не особо где-то что-то читала. Да пока никто еще не знает. Да, вот сейчас мы всем расскажем. На самом деле, на самом деле, я тебе хочу сказать, что я очень хорошо давно знаю семью вообще, не только Диму Маликова, но и Лену, его прекрасную супругу из Туфани. Начала оправдываться Семеновичка. Да, поэтому, и, кстати, идея спеть дуэт вообще принадлежала изначально Лене, его супруге. Вот, и мы сначала рассматривали другую песню с Димой, но что-то как-то мы подумали, мы ее записали, она у нас не очень пошла. И вот родилась вот эта замечательная песня «25 часов», которую мы спели и поем, которая крутится на радиостанциях уже на многих. вот, и на которую, наверное, мы в ближайшее время будем снимать клип. Слушай, вот Маликов мне рассказывал, что за его такой вот улыбчивой внешностью скрывается просто зверь, что он очень спыльчивый и очень сложен в быту и в работе. Не сталкивалась? Ну, про быт я не знаю, хотел меня подловить, смотрите, в быту Маликов какой. Лен, какой в быту твой муж, расскажи. Не знаю, какой в быту Маликов, меня это, честно говоря, никогда не интересовало, но в жизни он большой профессионал, у него студия, когда приходишь к нему на студию, он долго работает и с тобой сам и выбирает. То есть это действительно такой человек, который прям вот копается в том, что он делает. И это его, конечно, характеризует как большого профессионала. Вспыльчивости я никогда не видела с его стороны, по крайней мере, в мой адрес. Ну, не за что было пылить, как на такую красавицу вообще можно злиться, которая еще и поет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.